Есть еще несколько моментов, которые мне хотелось бы просто понять. Я получил два запроса прокуратуры. В них интересно так написано, что Городской прокуратурой по поручению прокуратуры Московской области проводится проверка в публикации СМИ о возможных противоправных действиях Грудинина ПН в сфере представления коммунальных услуг. И описывается, что там. Это значит горячее водоснабжение совхоза Ленина, что якобы незаконно было отключено от тепла поселка совхоз Ленина. О том, что у нас оказывается тут договоры водоснабжения в Слободе и беседы, какие-то проблемы. Мы начинаем разбираться, понимаем, что вот эти фейковые средства массовой информации, которые в том числе и размещают всякую вот эту информацию, что есть проблемы с платежами, что мы тут берем деньги какие-то. В том, что директор совхоза Грудинина заставляет своих работников голосовать против поправок, что якобы там деньги кладутся в карман. Все это не больше, чем клевета. Но Городская прокуратура, вместо того, чтобы по нашим заявлениям заниматься вот этими клеветниками, на основании вот этих публикаций начинает запрашивание кучки по документам. Я всю субботу собирал документы, чтобы отправить в городскую прокуратуру, потому что мы не можем не отвечать на запросы прокуратуры. Тем более, что тут написано, что если мы не ответим, и я не явлюсь, то тогда буду приводом в полиции. То есть такие уже практически угрозы. Ну и я с помощью прокурора разговариваю и говорю, слушайте, а вы понимаете, что это на самом деле не более чем клевета и фейковые вот эти вот средства массовой информации. И поэтому, если вы по анонимкам будете дальше так работать, мы, конечно, нас задергаете окончательно. Нам работать нужно, у нас тут куча проблем. У нас сейчас в такой сезон все без исключения, бухгалтера, работники, которые отвечают за тарифы, все находятся в поле. И я должен сейчас с поля выдернуть всех этих людей, чтобы отвечать нам на дурацкие запросы. Что, например, теплоснабжение у нас было отключено на два дня, да и то потому, что мы не можем, у нас производственная котельная, мы не можем выполнить какое-то, извините меня, не совсем умное распоряжение губернатора по неотключению горячей воды. Он считает, что нужно в августе отключать горячую воду. Он просто, наверное, не знает, что есть федеральный закон, в котором к 1 сентября все паспорта готовности котельных и сетей должны быть уже подготовлены. И если ты до августа это не сделаешь, а в сентябре будут холода, то детские дошкольные учреждения, школы, которые пойдут с 1 сентября дети, окажутся без тепла. И поэтому мы не можем поставить под удар население. Но одновременно с этим у нас еще и производственная котельная. У нас в августе начинается переборка и работа с яблоками. И наша котельная не может быть остановлена в августе-сентябре, как он предлагает. Поэтому мы, естественно, отремонтировали котельную без остановки. Каждый котел отдельно. Но для того, чтобы опрессовать трубопроводы, на это нужно минимум 2 дня. Слить воду, подключить, сделать регламентные работы. Мы, естественно, 2 дня ее отключили в соответствии с нашим графиком. И вот теперь по этому поводу целый скандал. Но понятно, что наши оппоненты, рейдеры, люди, которые поставили сюда всяких смотрящих за нами, поменяли руководство, они хотят разрушить работу совхоза такими, на мой взгляд, абсолютно мелкими, неблаговидными действиями. Мы же будем им сопротивляться. Поэтому наше дело правое, победа будет за нами. Но жалко, знаете, что эта грязь, которую сейчас льют на Елену Ивановну, на весь коллектив, который работал вместе с ней. А там же очень много людей было. И ее подчиненные, и вот Центр спорта, Центр культуры. Они все стали заложниками вот этих бездарных руководителей, которых никто не выбирал. Их назначили. Они абсолютно некомпетентны. И нам приходится теперь с ними возиться, хотя на самом деле силы мы должны тратить на улучшение жизни населения, а не на эту борьбу. Но люди ведь все понимают. Поэтому и идет сбор подписей в поддержку Добрянковой. И как вы вообще к этим гражданским инициативам относитесь? Слушайте, я ко всем гражданским инициативам отношусь положительно. Тем более, что вот эти инициативы, это какое-то гражданское общество, которое как-то защищает, ну, скажем так, нас. Вопрос в другом. Почему власть не слышит эти гражданские инициативы? Я же помню, какое сильное движение было за то, чтобы оставить сельское поселение. И к чему привело? Ни депутаты района, ни депутаты Московской областной думы, ни губернатора вообще ничего не услышали. Они просто проигнорировали это. Мало того, нарушили закон. Здесь такая же история. Все же хотят, чтобы директор школы был грамотным, опытным человеком, который знает коллектив. И это Добренкова. Но, несмотря на это, привели того человека, который, к сожалению, на мой взгляд, ну, это время покажет, конечно, но ухудшит ситуацию. И они не слышат население. Вот мы в Истре, когда вот эту девушку первый раз назначали, там все-таки население услышали. И оставили, то есть ее обратно перевели. А здесь руководство, видите, я так понимаю, что из РАНО приехал там человек, который вообще ничего не решает. И, честно, мне было стыдно за их выступление просто. Поэтому пока я не могу сказать, что, к сожалению, наше гражданское общество добилось каких-то результатов. Но делать это нужно. Я целиком полностью поддерживаю всех активистов. Вот. И на их стороне. А то, что вот эту всякую грязь, фейковую информацию, вот эти вот, как бы сказать, провокации, которые устраивает власти, все равно мы в этом жили. У нас до этого, знаете как, если долго сидеть на берегу реки, ты увидишь труп проплывающего врага. И Добренковы пытались сместить со своего места последовательно. Кошман, который назначал прокурорские поверки, был такой глава у нас. Потом был Хромов, который тоже пытался что-то тут устроить. Потом Венцель. Теперь это еще какой-то Спаский. Какая разница кто? Главное, что люди, когда Добренкова встречают, говорят ей огромное спасибо. А коллективы всегда были спокойны, получали высокую зарплату. Кстати, что вменили в претензии Добренковой, знаете, что работники культуры и спорта в совхозе Ленина получали высокие зарплаты. И вот видите ли, теперь она должна ответить за то, что она платила работникам культуры и спорта высокие зарплаты выше, чем во всем районе. Я им на совете сказал, слушайте, а президент Российской Федерации вообще-то сказал, что работники культуры и спорта должны получать достойную зарплату. И выполнил это председатель Совета депутатов, весь Совет депутатов, он же голосовал за бюджет. И Добренкова, исполнитель бюджета. А чем вы недовольны? Вы хотите снизить зарплату нашим работникам культуры и спорта? Но они прекрасно работают, они же добились очень высоких результатов. Под руководством Добренковой, ну и соответственно всех их, первые места всегда занимал совхоз и в спорте, и в культуре. Но они говорят, что у нас все было хорошо, и за хорошую работу нужно получать достойную зарплату. А теперь, видите ли, во всем этом виновата Добренкова. То, что она получала зарплату и выполняла все полномочия, а другие главы сельских и городских поселений не выполняли свои полномочия, но получали зарплату выше, чем Добренкова, об этом умалчивается. И начинают искать ошибки там, где их никогда и не было. Поэтому я считаю, что нужно просто прекратить как преследование по политическим мотивам и заняться совместной работой на благо населения. Продолжение следует...